всем привет мы в ботаническом саду вислей обещала не снимать мужу сказала выходной день все но такая красота кругом что все-таки не удержалась и решила с вами этой красотой поделиться и это у нас уже вторая часть видео с неземной красотой мы с вами в прошлом видео погуляли и посмотрели многолетний микс бордеры очень было приятно получить комментарии что люди нашли множество идей и воплотят их уже в следующем году в своем саду ну и вот на этом моменте я вас попрошу пишите комментарии и прямо сейчас поставьте пальчик вверх чтобы потом не забыть это сделать потому что от того как вы отмечаете это видео зависит количество просмотров ну и конечно подписывайтесь если вы еще не подписались и кто может поддерживайте канал на сердечке с долларом который находится через одну иконку от пальчика вверх эта иконка называется супер спасибо ну а мы после микс бордеров пошли на trial ground и там мы любовались красивыми выносливыми потому что эти георгины все перезимовали прошлую зиму которая в общем-то не была самой лучшей для них несколько видов погибло но основная масса все-таки пережила зиму благополучно впрочем что тут пересказывать просто спуститесь вниз по плейлисту и посмотрите предыдущие видео там все подробненько все красивенько и даже с музыкой местами также мы полюбовались луговыми посадками пинки пинки но это просто солнечное счастье всех цветов и размеров и по высоте и по размеру цветов и по их количеству только посмотрите какое разнообразие подсолнуху смотрите сам не высокий но цветок просто гигантский потом мы поднялись на холм и полюбовались прекрасными гортензиями у которых соцветия были ну просто нереально огромных размеров здесь конечно очень красиво но я очень хотела также показать вам и другие места поэтому отсюда мы свернули и пошли сад который посвящен дикой природе он так и называется сад дикой природы white life garden смотрите очень крупная земляника мы вообще выходим сейчас саду который посвящен дикой природе white life garden то есть сад который очень благоприятен для всяких насекомых зверюшек диких птичек и так далее кругом земляника что у нас тепло ветра и ливни то есть обычно в это время года очень сухо в этом году совсем по-другому и поэтому сады себя ведут по-другому тоже ветер поднимается опять будет типом небольшого ураганчика и возможно я уже не смогу даже снимать при всем желании что хотела показать я хотела показать вот эти ограждения я их называю отходы в доходы но вообще это очень классная штука во первых это способ переиспользовать мусор на вашем участке все что вы обрезаете вы можете если вам нужно где-то оградить вот оградить таким образом и самое главное что это очень хорошо для дикой природы то есть там прячутся мышки лягушки жучки паучки и прочие твари божьи в дополнение к сказанному вот видите оставили старое дерево потому что здесь живет вот такой вот жучок поставили даже досочку с информацией вот это пример как креативно можно сделать беседку и и кстати если приглядеться здесь очень много птичьих домиков там птичий домик весь птичий домик еще с другой стороны несколько домиков но я вам хочу показать другую креативную штуковину вот вы видите это все для насекомых если вы приглядитесь что там внутри вы увидите что там и шишки и полежки и трава в общем отель для насекомых ну а снаружи выглядит вот так вот конечно всему живому нужна вода ну и также вот полежки здесь разложены прямо около воды тоже чтобы был приют у мелких зверюшек насекомых и рептилий мужем за все его лишения я решила купить пироженку заходим в кафе и здесь вот такое тоже мероприятие это не всегда здесь с этой стороны продают семена из национальной коллекции это семена которые присущи ну то есть это вот английские сорта скажем так здесь продают всяческие книжки всякие фонда работают с пироженом моему мужу не повезло потому что все было распродано то что нам нравится ну а мы с вами двигаемся к садам пита удальфа и наша дорога как раз проходит через продуктивные сады где тоже есть новые и очень интересные посадки в этом году прекрасный урожай и конечно все здесь выращивается только органическим путем безусловно очень важна борьба с вредителями вот так вот она выглядит вы наверное уже обратили внимание вот на эти подвешенные баночки назовем их так это ловушки в которых находится специальный субстрат там есть небольшие дырочки в которые вот прямо влекущие все этим субстратом пролезают насекомые и там они в общем-то влипают в эту субстанцию и конечно назад они уже выбраться не могут таким вот образом защищаются растения и вы видите что этих ловушек здесь достаточно много практически на каждом дереве и часто не по одной вот вы видите на каждом дереве есть такая штуковинка не только много фруктов но много и ягоды в этом году все благодаря тому что вот во второй половине лета были дожди конечно здесь есть система полива но ягоды вообще очень много ям даже делала видео и шорты где мы ходили и собирали ежевику то есть абсолютно дико растущую ягоду уже по курсам на ягодке кто-то полакомился потому что в первую очередь птиц привлекают красные ягоды а потом уже и тут желтые белые и темно-синие смотрите какие красивые космеи за ними никотинии ну и вообще такой своеобразный белый сад это то место которое только в этом году посадили я вам показывала что там застелили картоном и сверху просто насыпали землю ничего не копали здесь уголок комбинаций для коттеджного садика посмотрите это просто что-то потрясающее очень простые растения как они хорошо собраны что дружочек на прогулку выйдешь повезло тебе здесь органический сад и а ну вот а мы уже добрались до сада пита удальфа и вы можете увидеть разницу мы с вами все время наблюдаем как он развивается и видите что уже в конце лета сад практически уже совсем оформился и даже трудно себе представить что всего полгода тому назад здесь было еще стройкой и только велись посадки дальше мы пошли к прудам и посмотрите не обращая внимание на сотни посетителей сады здесь во время ланча прогуливается цапля и не просто прогуливается а похоже охотится но все-таки ланч-тайм им тоже кушать надо и и конечно уже чувствуется что осень не за горами я напомню что я снимала всю эту красоту самом конце августа но мы вернулись домой на ланч и конечно для реабилитации я приготовила десерт используя ягоды из моего сада как вы видите ягод тоже очень много сделала десерт с ежевичным соусом и украсила ягодами в общем реабилитация прошла успешно яблок тоже очень хороший урожай в этом году до есть червячки там всяческие вредители но в основном яблоки все равно все целенькие все очень вкусные как я сказала урожай очень хорошей химией я пользуюсь но очень редко только в исключительных случаях когда уже ничем другим просто не спасти ситуацию кстати божьи коровки вот тоже очень хорошие помощники для садовода вообще подводя итоги этого сезона садового можно сказать что год был очень особенный потому что погода очень сильно отличалась от обычной погоды благодаря этому урожай в общем-то получился очень неплохой конечно были проблемы но самое интересное что сами растения ведут себя очень необычно в этом году например у меня второй раз зацвела магнолия и не так чтобы там один цветочек или два а полноценное абсолютно полноценное цветение цветов было больше возможно чем даже и весной и смотрите август а уже калина начала менять расцветку сейчас в сентябре она у меня просто как факел я сделаю шортик и обязательно на днях помещу его на страничку вот посмотрите сколько не раскрывшихся цветов а еще столько же бутонов которые еще не показали цвет ну и конечно очень радует анимонии абсолютно низко уходное растение и всегда вам в конце лета обеспечит красивые цветы ну в общем вот как то так выглядит мой сад почти в осеннее время конец августа ну а как он выглядит сейчас уже в конце сентября я сделаю одно или может быть несколько коротеньких видео и тоже вскоре вам покажу вот одиночный цветочек на ретендроне но больше вот цветение не было в этом году но зато до сих пор цветут розы и сегодня я увидела опять множество бутонов так что они будут продолжать цвести и радовать еще и в октябре на этом я с вами прощаюсь всем мирного неба над головой всего самого доброго здоровья любви и счастья